В Анапе с рабочим визитом побывал руководитель центрального аппарата партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду» Дмитрий Гусев. На встречах в мэрии, на сельхозпредприятиях и с журналистами он обсудил актуальные для региона вопросы, в частности отметил необходимость сохранения виноградопригодных земель. Также Дмитрий Гусев поддержал политику мэрии Анапы по наведению порядка в сфере градостроительства. Анапа превращается из курортного города в огромный спальный район. Это неправильно. Я знаю, что мэр города с этим борется и мы, конечно, его в этом готовы поддерживать. Запрет строительства в ближайших 500 метрах от моря – это все правильные меры и мы будем поддерживать такие. Тогда люди будут приезжать действительно на курорт, а не оказаться вновь из Челябинска, попасть в другой спальный район, густонаселенный, без школ, без больниц, без детских садов. Также Дмитрий Гусев рассказал о планах инициировать введение Черноморской сиесты – особого летнего распорядка рабочего дня на юге России. Вот сейчас ходим по городу 38 градусов. Невообразимое жарище. Я думаю, что пора у нас на Черноморском побережье ввести сиесту, как в Испании. Работать с 6 до часу, а после часа не работать вообще. Или наоборот, работать с 8 до 12, с 12 до 4 перерыв и еще после 4 несколько часов. Я думаю, что мы сейчас в партии это обсудим, будем носить такой закон о специальном распорядке дня для юга России. По-моему, вот справедливо. У нас на севере, вот смотрите, какая несправедливаясь, на северах, например, на Тюменском севере, на полярном круге, где добывают нефть и газ, где жуткие морозы, для людей введены специальные графики. Во-первых, сокращенный рабочий день. Во-вторых, значит, особые условия труда, особая защита труда в связи с такой нагрузкой природной на здоровье человека. Ну а на юге, ну а что такое тут? Там холод минус 45 градусов, здесь жара плюс 45 градусов. Тоже огромная нагрузка на организм. Если посмотреть статистику по заболеваемости, сердечно-сосудистым, смерти от, не дай бог, сердечно-сосудистых заболеваний, конечно, она выше от такой жары. Надо людям помогать.